Раз, два. Да, наконец-то. Наконец-то все вернулось. Огромное респектуле отлетает производителям Xplit. Огромное спасибо. Эти 30 долларов не прошли даром. Новая версия Xplit. Ребята, не пользуйтесь. Ей это полный шлак и полный трешак. Вы, конечно, извините меня, производители данного продукта, но продукт творит абсолютные чудеса с Windows. В чем проблема была? Почему микрофон не работал? Все было абсолютно включено, но при запуске данной программы иногда... Ну, иногда, 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 иногда абсолютно невиданные чудеса. На данный момент он взял мне и громкость в Windows, и микрофона убрал просто в ноль. Просто срезал только потому, что я позвонил по Skype. Skype вывел, а микрофон умудрился обломать. Удивительная история. Ну что, ребята, в принципе, должны уже сейчас начинать игру. Сейчас я договорюсь, разберусь и будем матч... Будем матч транслировать. Давайте я параллельно вам еще покажу, кто там у нас что наговорил. У нас есть... У нас, у нас есть еще, конечно же, люди. Давайте посмотрим сейчас парня, который, к сожалению, сегодня будет отсутствовать. Никита, у него тех траблы, и он не смог сыграть. Но вместо него сыграет Иван, которого вы не услышали, но... Который неоднократно у нас участвовал в обсуждении, участвовал в анализе команды. Иван, который, по сути, там немножко тренирует нашу команду. Ну и Никиты нет. Он поговорит за себя, расскажет, что там да как. И мы перейдем к матчу. Матч уже в поиске, в подборе. И лобби уже создан. Сейчас ребята будут заходить. Пока что Никита, 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 Никита. Оффлейнер данного коллектива. Смотрим, наслаждаемся, ценим. И игра в Доту будет через 4 минуты. Давайте пока что посмотрим Никиту. Всем привет. Меня зовут Никита. И это мой четвертый видеодневник. Если бы мне пришлось встретиться с профессиональной командой из СНГ, я бы хотел, наверное, чтобы это были Na'Vi, потому что мы бы тогда выиграли. Возможно, бы взлетели благодаря этому. Ну а если серьезно, это... Хотелось бы поиграть, наверное, с Империей. Видел, как они выступили на квалификациях. Ребята, несмотря на замену в составе, очень неплохо смотрятся. Видно, что играют они очень неплохо. И я думаю, от этой игры с ними мы бы могли очень многое вынести для себя и узнать. Возможно, это были бы еще Virtus.pro. Но я думаю, встреча с Virtus.pro была бы полезна не для нас. Ну, не для всей команды. Мы, понятное дело, для себя бы что-то уяснили. А больше, наверное, пользы принесла бы нашему капитану в плане опыта в пиках, в драфтах. Так как именно этим ФНГ, по-моему, славится. Моя игра меняется так, что я не теряюсь, я не начинаю нервничать. У меня появляется злость какая-то. Игровой азарт такой. Хочется этого человека сразу же как-то осадить. Хочется опустить этого игрока, именно показать ему, что он не такой уж и топовый, что я могу с ним тягаться. Показать ему, что могу составить ему действительно достойную конкуренцию, что не так ему просто, допустим, стоять даже со мной на линии. Именно концентрация на игре более точная появляется. Вот на 100% хочется выложиться, чтобы как можно больше преимущества получить. Почему я до сих пор фейлю? Фейлют все, фейлят даже профессиональные команды, фейлят даже на интернешнале, куда ездят лучшие команды мира. Фейлы, думаю, это не причина. Фейлю, потому что человек, а людям свойственно ошибаться. Возможно, фейлю, потому что какой-то недостаток опыта, чего-то, может быть, еще не понимаю. Я думаю, вскоре это поправится и справится. Я до сих пор не в профессиональной команде. Тому виной, наверное, то, что только сейчас я подошел именно к этому настолько серьезно, что захотелось именно связать свою жизнь с Дотой. До этого какие-то были сомнения. Если то сейчас сомнений нет, я не вижу себя уже нигде, кроме как в Доте. И да, мне это действительно нужно. Я действительно буду к этому стремиться. Это будет моя цель, которую рано или поздно я достигну. Плюсов пока что я не ощутил, разве что игра в команде, разве что общение с ребятами, которые одержимы той же целью, одержимы той же идеей, что и ты. Общение с интересными людьми. Дота мне дает, наверное, свободу какую-то. В Доте могу самореализоваться полностью. В Доте могу сделать то, чего я в реальной жизни сделать не смогу. Могу убить кого-нибудь, например. Дота мне дает спортивный азарт. Дота мне дает, наверное, какой-то задор, какой-то огонь разжигает. Постоянно меняется игра, постоянно меняются оппоненты, соперники, герои, на которых ты играешь. Эта игра никогда не надоедает. Очень интересно. И действительно достойна тому, чтобы я уделял на нее столько внимания, сколько сейчас, а то и даже и больше. Что, пожалуй, наверное, это все. Тогда всем счастливо, удачи и добра. Счастливо, удачи и добра. Все очень позитивно заканчивают. Свои речи я смотрю, ребята, бодрые по поводу того, что происходит. Ну, игра создана, игра сделана. Игра сейчас, в принципе, будет стартовать. Меня должно упускать. Это Капитан Мод. Это приближенное, естественно, к профессионализму, к профессиональным матчам. Игры играются только в формате Капитан Мод. АП ребята не катают. Если катают, то лично и просто для повышения индивидуального скилла. На данный момент, в принципе, все четыре игрока в сборе. Капитан на месте, что самое главное. А в роли оффлейнера будет играть Иван. Ну, мы посмотрим, какой там драфт. Да все, от начала до конца изучим. Посмотрим, насколько разбег по героям увеличился. Или наоборот, на ком ребята сконцентрировались. На ком они будут отыгрывать сейчас и впредь. На данный момент пул героев, не сказать, что маленький. Отрабатываются комбинации. Это видно. Некоторые комбинации из матча в матч присутствуют. Достаточно настойчиво ведет себя Капитан, что приятно. Иван, 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 Иван другой. Иван, Иван под ником Кидара. Капитан данной команды настойчиво заставляет ребят играть на тех героях, которые в ряде случаев не получаются. Или не на том уровне, на котором ему хотелось бы. Очень требовательный молодой человек. Очень молодой и очень требовательный при этом. С хорошим личным скиллом. С хорошим видением игры. Поэтому контроль команды идет такой, что на самом деле есть на что посмотреть. Ну и что, подбор игроков закончен. Лобби создано. И пул героев открыт. Давайте тогда перетянемся сюда и будем наблюдать изнутри доты. Вам приятного просмотра. Чуть позже мы еще раз посмотрим, кто у нас еще сегодня будет разговаривать. Если матч будет быстрый, то сегодня будет два матча. Ну и пойдем в доту. В доту все-таки это экшн. Руату за Интернешнл 22 знака вопроса. Может это 20-17. А может это 20-15. 16 точнее. Кто знает, куда эта команда зайдет. Все, поехали в доту. Поговорим чуть попозже. Ну что, друзья, вот мы, собственно, и в доте. Команды собрались. Команды уже отправили в баню по два героя. Два героя, точнее, отправили оппоненты. И три героя ушло от команды от The International. Играют они за Дайер на данный момент. И в баню отправилась Queen of Pain. Туда же отлетает Вивер. И туда же отлетает Элдер Тайтан. Ну и со стороны команды, которая играет за сторону Радиент. Там Spirit Breaker, там Шеттемпларк и там Баунти Хантер. Не получится комбинации с Баунти Хантером. А такая комба отрабатывалась. Она достаточно часто была у Тывана. Баунти Хантер был в пачке с Дарк Сиром. Я, конечно, палю страту и все дела. Но, тем не менее, тем не менее, тем не менее, тем не менее, стоит об этом сказать. Страта Баунти Хантер плюс Дарк Сир очень такая простая, но при этом рабочая. Инвиза, Айншелл и пошли-поехали. Ну и глобал стратегия прослеживается у нас уже у команды Радиент. Они забрали себе Ancient Operation, а они забрали себе Спектру. Поэтому в баню, мне кажется, пора бы отправить Зевса. Инвокер берется командой Дайр. Возможно, Зевса никто не боится. Инвокер так точно. Зевса бояться не должен. Посмотрим, посмотрим. Тем более, если это Инвокер будет в руках Кидара, у него со скиллом в миде вообще проблем никаких. Эта новая штука, это, я так понимаю, обновление. Это наиболее популярные герои, которых берет команда. Или как? Или что это? Почему же в общем списке? Или это... Ага, 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 ага. Ну что, Винтер Виверн залетает в пик команды Radiant, команды World to the International, Инвокер, Undying, Винтер Виверн. Имбовых я вижу два героя уже. Имбовых в руках, имбовый по дефолту. Ну и... А, это драфт, господи. Это просто драфт героев, ограниченный пул. Верка также залетает в пик команды Radiant. Спектрайнш, Индопарейшн и Виндрэнш. Понятно, дзипсов быть не может. Ну и команде World to the International необходимо еще добрать одного саппорта. Кто тут у нас вообще есть? Вингачи НЦМ-ка. Магнус в пик уже залетел. Магнус, Верка, Спектра, Иншн, Топарейшн. Ну и есть хороший рассказ. Топарат плюс Магнус это очень хорошо. Спектрат тоже отлично. Туда заходит. Ну и индивидуальные штукенции типа Инвокер, Undying, Винтер Виверн. В составе команды Dyer. Ротус Интернешнл. Тут на индивидуальные. Собственно, скилл. Много обязанностей выпадает. Так, а музычка? Где музычка? Чего музычки-то нет? Скукотища какая без музычки. Вот она. Сразу, да? Сразу интрига появилась. Интрига, интрига. Венжвул Спирит все-таки залетает в пик. Командор от The International. Вот у нас и Никита подключился, как я вижу, в игру. Но Никита в этом матче не будет. Вместо него будет играть еще один Иван. Ну и Nature's Prophet залетает в пик. Командор от The International. Я так подозреваю просто, чтобы он не достался оппонентам. Потому что это глобал стратан, нормальный Ancient Operation. Спектра просветили. И показали. И еще и ульту Nature's Prophet добили. В глобал такие штукенции лучше исключать, когда есть аппарат. А если он еще и рукастый, то 100% лучше избавляться. Можно и себе забрать. Оффлейнер, скорее всего, будет Nature's Prophet. Как я понимаю, Люся Годлайк забирает себе инвокера. Отправится на мидлейн. А Борс, он же Винтер Виверн, взял себе уже Венжвул Спирит. Скорее всего, будет для Кидара. Nature's Prophet то ли лесной, то ли... Нет, лесным не будет он, это точно. А кто же будет в роли Керри в данном составе? Люся Годлайк мидлейн. Возможно, Undyne будет фармить. Ну и уже поотваливались. Чего так непонятно. Ну, все. Вернулись все на месте. Ладно, давайте по героям разбираться. Так, это мы убираем. Это мы убираем. Сейчас я все настрою, чтобы покомфортнее нам было наблюдать за игрой. И вернемся к матчу. Килиманджаро в составе команды Radiant. Будет играть на Ancient Operation и Nyx Assassin. Это Bright Side. Speak Try. Это Аллаху Акбар. Data Open от СРБ. Что-то там. Играет на Магнусе. И Evil Zone будет играть на Винрэнджер. Люся Годлайк. Это инвокер. Юникорн. Будет играть на Vengeful Spirit. И что бы это могло значить? Юникорн отыгрывает в роли Керри обыкновенной. Неужели в данной комбинации Винга будет фармить? Если будет так, то это будет интересно. Кидара забирает себе Nature's Profit. И я думаю, что может пойти в лес. Undying. Это Крэг. И Борс играет на Винтерн Виверн. Разобрались. Ну, сейчас узнаем, куда кого поставят. Тут реально майндгеймс будут. Пул героев ограниченный. Поэтому придется что-то выдумывать. Раз не дали всех героев пикать. То надо пикать героев так, чтобы соперник понятия не имел, куда кого вообще отправлять. Ну, посмотрим. Undying у нас уже неплохой ХП-реген. Оделся. Undying, скорее всего, здесь будет с Аганимом. Если получится. Если все сложится. Ну, чтобы у Undying не сложилось что-то. Надо хорошенько так постараться. Ну, и закупился под ноль у нас. Крэг уже. Вингат Юникорн. Скорее всего, отправится на легкую линию Кидара. Пока я смотрю с денежками. Пока просто будет саппортить. Запулил Люсю Гадлайк. Ну да, он такой в роли саппорта. Возможно, он будет летать по лайнам. Раннюю агрессию организовывать. Организовывать, которую любит достаточно Кидара. И посмотрим, возможно, ранние фраги. Но здесь в лейту ходить нет смысла никакого вообще команде RTTI. Если уйти в лейту, спектра понятно, что в лейте уничтожит всех и вся. Плюс Ancient Operation, который глобальные беды наносит всем в лейтгейме. Если в начале игры дэмэджа не так много и не так страшно, что ты не дамажишь, то к концу... Что ты не регенишься, то к концу игры это абсолютная печаль. И драка получается... Ну, при ульте аппарата чуть ли не на 50% выиграна изначально. Разменялись небольшим количеством ударов. Как Люсю Гадлайк, так и Эвлзон. На мидлейне VR будет стоять против инвокера. На легкую линию отправляется фармить Юникорн. Стоять против него будет Магнус. Лесной Nature's Profit. На ранних этапах, ну, талисман себе уже приобрел. Мидлейн мы обсудили. Сложная линия это Борст на Винтерн Виверн и Undying от Крэга, от Ивана. Против них стоит Дабла. Это Спектра, это Никс Ассасин и здесь еще Agent Operation. Он тоже с линии никуда приедеваться не должен. Будет именно здесь эту сеть. Ну и Кидара. На первую пачку уже отправился. По идее, должен убивать этого медведемона. И на вторую пачку тоже успевать. Отводы сделать не получится. Здесь не успевает, а вот здесь отводы, в принципе, появились. Ну и будем следить за фармом. Герой нестандартный для своих линий. Отчасти Дабла с Undying на сложной. Тоже не очень привычная вещь. Ну и фармящая в соло Венжи Фулл Спирит. Тоже, согласитесь, не каждый день такое увидишь. Поэтому игра у нас, если будет сумбурной, то тем не менее интересный, ну это в любом случае, интерес, я думаю, ребята нам организуют. Ну и пока что без разменов, пока что без агрессии. Ancient Operation заходит у нас за Винтерн Виверн. Крэг ничего не боится. У него есть Дикей и с Дикейом достаточно много ХП. Ну и пошла Тамба. Спектру зацепили. Спектра лох-ХПшная. Тамба еще стоит. Все, Тамба развалена. Но Мейнкерри Команды Радиент уже отвалился. Первый фраг. И Ротуз Интернешнл повели. У Борза есть здесь осколочки. И Артик Бёрн в... Артик Бёрн пока что в кулдауне. На Килиманджаро есть смысл выйти, кстати. Но Борз очень далеко зашел. Наотхватывался здесь от Тавара. Никс Ассасин вообще лох-ХПшный у нас от Крэга. У Крэга 200 ХП всего лишь остается. И по-моему он здесь и остался. Да, далеко зашел и бросил к тому же его канат. И в итоге счет становится 1-1. Весь экшен у нас на нижнем лайне. Вверху пока спокойненько. Возни никакой нет. Фармит Вингау. Винги 12 на 9. У Магнуса с фармом дела обстоят похуже. Ну и Люся Гадлайк от Инвокера. 9 на 2 против него ВРК. Вот его зон 3-3. Вот это я понимаю. Переформил своего оппонента. Уже преимущество в любом случае есть на центральной линии у команды Руатуза Интернешн. Борз на хосте. Подошел к Брайтсайд. Ну, сделать толком ничего не мог. Еле-еле тут маны хватает на Артик Бёрн. Но если есть мана на Артик Бёрн, можно кого-то и зацепить. ХП немного, но в целом не ему-то танковать. Крэг уже готов. Сейчас будет Дикей 2-го левела. Или Тамба будет 2-го левела. Что-то из этого будет 2-го левела. Ну и вы видели, как сильно под Тамбой рассыпается спектр. Она вообще такой герой, который по дефолту на ранних левелах рассыпается очень легко и просто. Так что агрессировать здесь и постоянно навязывать какие-то драки, это, ну это просто обязательно вообще. Обязательно. Альтернативный голос героя Иммортал. И такое в доте бывает. Спасибо, Реборн. Ну что сказать, тут по этой игре пока непросто понять. Во-первых, стак неполный, Стендин играет за команду. Не очень легко понять, что происходит. Во-вторых, сумасшествие по... Ох, какая неудачная Тамба на самом деле была поставлена Крэгом. Зацепила только Брайтсайда и то отчасти в итоге Тамба просто постоит. Ну здесь нормально ХП, Дикей творит чудеса. Стягивает сюда под Тамбу, кстати, Борс Килиманджаро. И у Крэга через секунду будет Дикей. Подкоп пошел по двоим. Еще один Дикей на Килиманджаро. У него 450 ХП, Брайтсайд лоу ХПшный. Ну и Крэг не примерзнет, хотя Спектра бежит за ним. Борс пытается стопить, но не успевает. Ну и в итоге... В итоге отбросили у нас арабскую Спектру. От Крэга к Крэгу надо идти хилиться. Ловить здесь больше нефиг. Так вообще 40 ХП, сейчас Дикей когда спадет, еще и меньше будет. Так что Крэгу лучше отправляться поотдыхать возле Фонтана. 26 на 13 в это время Крэпстат у Менеджаро Фулл Спирит. 13 на 0 Крэпстат у Магнуса. Ну и на Мидлейне, по-моему, та же ситуация. 19 на 12. Айвел Зон 9 на 4. По Крэпам. Перефарм, ну, чудовищный в пользу команды Роадз Интернешнл. Здесь лесные крипы у НЧС Профита, но это не слабые крипы. Это хорошие, плотные крипы. Это деньги, которые у него уже накапали более тысячи. По Нетворцу он тоже не проседает. На ранних этапах, когда начнет летать, должно быть еще интереснее. Пока что надежда вся на Треплу и на Спектру, которая, если выфармит, то хорошо. Если не выфармит, то можно, в принципе, игру эту будет минуты... Минутик 20 закончить вообще. Люся Годлайк уже приобретает себе фазы. Готовится к покупке Урну в Шадоуз. Заходит в спину Эвел Зон. Есть Торнадо, есть Колд Снэп. Колд Снэп не бросает. Все, Колд Снэп пошел по Эвел Зону. Торнадо не попадает. Виндран включил у нас ВР-очка и спокойно отсюда отвалило. Лоу-ХПшный Юникорн настреляли ему. 30 на 15 Крипстат, 20 на 0 у Магнуса. Но пока ВР-ка далеко... Ой, пока Винга, точнее, далеко, Магнус дела свои подправит. Я думаю, что когда Винга вернется, примерно равный будет Крипстат. Ancient Operation от Крэга получает здесь. Крэг, кстати, в один всего лишь ДК вкачал. Его это интересует. Ну, тут фишка в похищении силы. Так, закрывают у нас Брайтсайда. Сюда же ставят Тамбу. Кидара очень удачно прилетел. Ну и Винга по-быстренькому сваливает. Кидара-то пофиг где фармить. Что свой лес, что чужой лес. В итоге даблкил делает. Здесь команда Road to the International. 572 голды поднимает. Юникорн пришел на линию и опять нахватался. Здесь есть РП-шка, кстати. И Юникорн сейчас может ошибиться очень плотно. У Магнуса шестой с копейками. У него, у Винги, у Влада Костенко тоже почти седьмой левер. Все, седьмой уже имеется. Стан четвертого левела. Мэджик миссил демеджа прилично. 325. Но не на Магнуса. Магнус жирный. С Магнусом так просто соло не расковыряешь. Ну и Крэг пошел у нас наклонять Спектру в это время. Спектру увидел. Просто файт один в один. Брайт Сайд выжигает ману Крэгу. У Крэга нет манга. Хотелось бы. Ну и на себя бросает у нас Сол Рип Крэг. В итоге Крэг погибает. Прилетает сюда еще и Магнус. По-моему, Борз тоже приехал. РП-шку не буду тратить на Борза. Ни к чему это. По идее, он и так здесь остается. Сразу 4 героя вокруг него и минус 2 от команды Рейдинг. Ага. Устроили казино здесь. И Канавиер Гейминг. Игроки команды Роатуз Интернешнл. Ну, какая-то дискоммуникация случилась. Кидара прилетел. И пора бы, конечно, отсюда уже улетать. РП пошла у нас по Нейча с Профит. У шестого пока еще нет. И может и не появиться. Сбросились по удару. Развалили капитана команды Роатуз Интернешнл. Винга в это время фармит. И к ней прилетает. Пауэртретс. Есть. Рингов Аквилла. Седьмой с копейками левел. Есть. Магнус пошел убивать. Это, в общем-то, дело благородное. Но на данном этапе киллы не так много значит, сколько значит нормальный адекватный фарм. Ну и по крипам 40 есть уже у Юникорна. И 28 есть у Магнуса. Один килл это хорошо. Один ассист тоже неплохо. Но Винга поднимает левел. Почти восьмой. Уже и... В принципе, как бы злую шутку. Вот эта перетяжка на нижнюю линию не сыграла с Магнусом. У него уже есть Аркан Бутси. Есть Ботл. Айрон Брэнш. Две штуки. Ну и намечается серьезный замес. Тамбу ставит у нас Крэк. Лоу-ХПшная Спектра. Спектру будут пытаться сейвить. У нее есть Хаунд. Но бежать просто-напросто некуда. Лоу-ХПшная Спектра. Она здесь догорает. В это время умирает Ancient Operation. Еще и Никс Ассасин здесь приехал. Ну и разменяли зато Борза на троих игроков. И сможет ли Кидара поставить спруты так, чтобы сбросить своего парня с ТП? Нет, не получилось. Кидара отпускает своего оппонента. Счет становится 6-5. Размен 3 в 1. 943 по голде. 1069 по экспириенсу. Венга в это время фармит. Я видел Венг в керри. И они неплохи на самом деле. Если дают возможность вынести артефакты. А Венга, скорее всего, будет собирать какой-нибудь. Так, тут не печаль. Я думаю, не печаль. Вот здесь печаль. Вот здесь печаль. Нейч из профита забрали. Вышли втроем. Плюс прилетевшая Спектра. Забирают Нейч из профита. 720 голды за него получили. Еще и Венгу там забирают. Магнус очень быстро с ней справился. Ну, где плюс для Дайер, там и минус через одну секунду. Но, 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 что очень важно. Кор-герои стоят на своих лайнах. И они фармят. Ну, и некие артефакты уже появляются. Через 30 секунд будет у нас модный приговор. Будем смотреть вещички, какие у кого приобретены. Люси пытались привязать. Пауэршот будет через 4 секунды. У Люси есть торнадо, есть колд снэп. ЕМП под ноги. Нет, там не колд снэп. Там ЕМП была под ноги. Неужели убивает? Да, и Люся в итоге убивает у нас ВР-ку. Просто офигеть. Борс мог бы похилить Люсю, но Люся лучше отправиться на базу. По всем законам жанра сейчас должен быть где-то тактический фит на одной из линий. Из линий. Магнус уже здесь. У него есть РП-шка. Он тут на хосте носится. В никуда пошел Шоквейв. Магнус ищет момент, чтобы поймать всех. Но здесь есть крэк. У него много ХП уже. Вангвард имеется. Пробивается он не так легко. На 10-й минуте так точно. Да и с руки тут мало кто вообще пробивает. Спектра ни о чем вообще. 65 дэмэджа. Сама фармит себе на Вангвард. Остальные руками тоже бьют не сильно. Здесь единственное, что ВР-ка. 80 с руки. Но это не так уж страшно андаймингу. Ну и ДиК, я думаю, вы знаете, насколько жесткий скилл сам по себе. По 4 силы. С одного раскаста. Если там 2-3 человека, то это по 12. 8. Ульта аппарата по троим. Вот сюда бы Магнус залетел, так залетел бы. Где Магнус? Магнус на топ-лейне. В итоге забирают ВР-ку игроки команды Ротуза Интернешнл. Прилетает Килиманджаро. Отлетает Килиманджаро. Ну и еще, я так понимаю, Брайтсайд может встрять. Это будет вообще распрекрасно. Магнус. Сразу же вниз ТП. У него есть даггер. Он делает даггер-аут. Ушел отсюда. Зачем приходил, непонятно. Шоквейвом по Юникорну. Юникорну жест мордив маска. Здесь будет что-то крутое. По типу, по типу, по типу. О, Хелм оф Доминатор, я понимаю. Стан пошел в Никса Ассасина. По двоим. Ульта Магнуса. Неужели уйдет Юникорн? Да, примораживает его в итоге Борс. Лоу ХПшный Магнус. И минус два от команды Ротуза Интернешнл. Ульта аппарата. Ой, шарахнет. Испектра сейчас столько денег себе могла бы насобирать, если бы сюда прилетела. Но она сюда не прилетела. Она немножечко чуть-чуть тупенькая. Хотя, килл в итоге, даже даблкил, собирает Эншент Аппарэйшн. Под денежком капнуло. Вы видите, на сколько. Хенд оф Медаса. Покупает себе аппарат, лоу ХПшный Кидара. Ой, как неудачно-то, а? Телепорт делал Кидара. Такого не бывает. Это невозможно было, в принципе. Самый опытный игрок команды. Как так вышло? И тамада хорошая. Ну и минус 3 в итоге делает команда Ротуза Интернешнл. Я говорил, это тактика. Это уже прослеживаемый стиль. Мы убиваем, мы умираем. Убиваем, умираем. Вот так все это работает. Под вардом здесь Брайтсайд. Ульта аппарата не попадет ни по кому. Тут повезло. И уходит лоу ХПшный Никс Ассасин. Он понял, что что-то не так. Кстати, Виндетта получше теперь. У Никса Ассасина. У него Виндетта теперь 40 секунд действует на первом левеле. Раньше это было 25, если не ошибаюсь. И всего ничего надо было. Юзать Виндетту и сразу куда-то врываться. На Юникорна лучше бы не врываться на самом деле. Ох, какой подкоп от Брайтсайда. Что теперь Винге делать? Например, бегать туда-сюда и убивать его? Как вариант. Юникорн в итоге у нас просто разваливает Никса. Непонятно вообще, зачем Никс сюда полез. И в соло начинает Юникорн драться против Спектры. У него есть Адхилл, у него есть Мордип Маск. Минус Дев тоже есть. И Спектра просто посрамлённая отсюда валит. В это время там кого-то убили. Нечис Профит забирает ВР-ку вместе с Люсей Годлайк. Юникорн остаётся фармить. У него много дэмэджа. 140 у него с руки. Охренеть. Так, Вила это ПТ и это повышение, естественно, дэмэджа. Благодаря Ауре. Свап не качал. Он тут никого спасать. Не будет никого цеплять. Не будет этим займутся другие ребята. Да-да, вот эти. В составе команды Ротуза Интернешнл. Он будет просто бить руками. Венжи Фулл Спирит это хорошая вещь, если она в роли Керри. Но для этого, конечно, нужны нормальные артефакты. Для этого надо хороший спейс для фарма. Вот сейчас организовали. Поставили в соло против Магнуса. И эта венга будет разваливать. Это факт. У неё сейчас руки 160 плюс понижение дефа на 5. Скоро, я думаю, появится. Ещё и. Ещё и. Ещё и. Может, в принципе, появиться здесь... Как же тебя... Как же тебя называют? Дезолятор, конечно, может появиться. А вот этот вот артефакт превратится в лад. Для всей команды более чем полезная штука. Брайтсайд у нас под ЕМП. Брайтсайд в итоге догорает. Он даже не может включить здесь шипы. Карапейс никоим образом не включается, когда у тебя 0 маны. Ну и счёт становится 15-10 по голде. Там всё очень хорошо. Ульта Виверна пошла у нас на Магнуса. Стан в него, крик в него. И с руки по одному удару его просто разбирают на запчасти. Отправили по кускам на фонтан. 16-10 становится счёт. Вот видно, что инициативу захватили игроки команды World of the International. Молочаги им давят по всем фронтам. Ну и 15-ая минута. Они поднимаются на хайграунд. Ульта аппарата по юнифорнует Фоккедара. Магнус мог бы залететь, если бы не был мёртв при этом. Это очень непросто залетать, когда тебя нет в игре. Так и Никита мог бы залететь. Ну и поставили тамбу игроки команды World of the International. Стараются убежать отсюда спектра. Разворачиваться, наверное, нет смысла. Люся Гадлайк прямо под пауэршот. На спектре ещё и урну в Шадо свисит, но она выживает. Брайтсайд лоу хпшный. Люся Гадлайк лоу хпшный. Борж лоу хпшный. Все лоу хпшные. Боржа пригвоздили. Минус один сделала. Команда Радиент. И ещё минус один. Юникорн в таверну. Кучу денег. Вообще кучу. Сейчас встанет Нейчис Профит. После потери на Яэге. Люся Гадлайк наступает к ульту аппарата. И Кедара старается отсюда уйти. Недалеко. Но это не тактикал фит. Это просто фит. Фитовский. Полнейший фит. Сколько денег? Да хрена денег. 2600 по золоту. 2700 по экспириенсу. Поднимает Радиент в этом файте. И дела свои подправили. Да, они плотно проигрывали на десятку. Но сейчас ситуация неоднозначная. Случилась. Если она и будет повторяться. То не так-то сложно в современной доте. Взять и растерять 10к преимущество. Это вообще я вам скажу элементарно. Я знаю о чём говорю. Я так неоднократно делал. Это возможно. И это практикуется даже профессиональными коллективами. Сейчас Империя икнула. И команда LGD ручки потёрла. Ну что, Магнуса будут пытаться зацепить. У него есть скиуэр. Он-то отсюда уходит. Хотя у нас файт немножко в другом месте. Ульта аппарата ни по кому не попадает. Брать сайт лоиха пешной. Вот здесь и тренды могут добить. Nature's Profit в итоге забирает у нас Никс Ассасина. Ещё отваливается у нас и Виндрейнджер. Но от рук инвокера. И счёт становится 14. Пора идти драться. Внешний Тауэр предпоследний падает. Скорее всего будет попытка зайти на нижнюю линию. Или, например, через нижнюю линию зайти на Центр. Там стоят голые бараки. С ними можно разбираться. Что там у Юникорна? Медальону в кураж собирает. Такая сэми-керри венга в итоге. Понижение дефа плюс Wave of Terror. Я думаю, вы знаете, как это страшно и как это больно. Тем более на этих стадиях. Ну и ульту аппарата. Поймали сразу три игрока. Здесь нужен Магнус. Очень сильно. Где Магнус? Магнусу надо прыгать, пока ЕМП его не шарахнуло. Всё. Магнусу сбили даггер. Магнус у нас ещё и под тамбой стоит. И Магнус сейчас на скюре приезжает. РПшка по двоим. Юникорн лоу хпшный. Борс лоу хпшный. Лоу хпшный и Магнус. Магнус отваливается. Также умирает Веншфул Спирит. Умирает Спиктра в ответ. Сразу же байбэк от Нечис Профита Кидара уже здесь. И бараки, по идее, падают. Минус 4 сделала команда Рот из Интернешнл. Пятый Брайтсайд, скорее всего, тоже в таверну. Байбэк от Магнуса. Зачем? Непонятно. Ну, так. Психанул и сделал байбэк. Бывает. По голде подняли неплохо. Здесь игроки команды Рот из Интернешнл. Лучше бы отсюда отойти. Люся Гадлайк наступит, не наступит. Не наступает в ульту аппарата. Магнуса закрывает. Он на скюре. Выезжает в Кидара. Кидара лоу хп. Урну повесили на Магнуса. Магнус в таверну. Байбэка у него нет. Аппарат прилетает сюда. Аганим, наверное, аппарат в этой игре уже не соберет. И аппарат отправляется в таверну. Еще один конвейер на данный момент от команды Реттинг. Много, 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 много. Полторы тысячи по голде. 6800 по экспириенсу. На 19-й минуте ощутимый результат. И центральная линия упала, что еще более печально для команды Реттинг. Спектра. По фарму провал. Вангвард есть, фейсбуцы есть. 20-я минута у нас. Хотя тут можно попробовать и подраться. Крэг лоу хпшный тамбу поставили. ВРка забирает в итоге андаинга. От ЕМП все стараются убежать. И у них получается у всех, кроме ВРки. Ну и кое-чем два героя пытаются броситься с ХГ. Ну, это не так-то просто. Некра у нас еще и у Кидара. Некра. Нет, не у него. Не у него. А у кого же тут Некра? Андаинг? Нет, нет. Кто Некра собрал? Пинбокер тоже без Некров. Неужели здесь у кого-то Некра? Нет, я видел Некров. Я отчетливо видел Некров. Или я их спутал с Форгитами? Сейчас узнаем. Непонятно. Непонятно совершенно. Ну, я болею на самом деле здесь за Спектру. Мой любимый персонаж. Сможет перевернуть, не сможет. Да, конечно, шансов вообще минимум. Понятно, что ребята из RTTI. Все-таки команда против них играет. Ну, такой себе стак. А наши ребята уже действительно, можно команда их назвать. Результаты показывают. Слаженную игру показывают. Получается больше, чем не получается. Что шансов у их оппонентов очень мало. Ульта аппарата на фонтан. Вдруг кого зацеплю. Нет, никого она здесь не зацепит. Но она красивая. Давайте посмотрим. Вот такая красота. Курьера подморозила. Ему вообще фиолетово. 12 с копейками по золоту и 5000 по экспириенсу от команды Road to the International. 21-ая минута. Заканчивается и готовы заходить на хайграунд, игроки. Коллектива играющего за Дайр. Здесь есть Майл Стром. У инвокера есть Майл Стром. Еще у кого-нибудь появится, да? Нет, нет, нет. Как там Винга, кстати, поживает? Вот Винга у нас собрала все-таки Доминатор. Не Владмир, а Доминатор. Ульта аппарата попадает по Борзу. Его не убить просто так. Ой, Магнус РПшку не успевает дать. РПшку только в одного. Очень крутой. Крутой торнадо здесь пошло. От инвокера ульта от Спектры. Сама Спектра стоит на базе. С ее иллюзиями быстренько разбираются. И, по-моему, это Good Game Well Played. Все очень битые идут под фантазм. Вторая сторона падает. И сопротивление оказать вариантов никаких. У Винги нет артефактов. У нее 2 600 на руках. Но сейчас бы уже по-хорошему диффуза купить. Или хотя бы артефакты к этим диффузам. Или хотя бы Яшу. Но не будет здесь радианции. Это невозможно в принципе. Может, я, конечно, ошибаюсь. Но, по-моему, никаких радианцев здесь не будет. И быть не может. Пусть Агадлайн поймал у нас ульту аппарата. Тоже фиолетового. Ульта аппарата первого. Нет, второго. Второго выбора. Но фуловый был инвокер. Ничего страшного не произошло. Ну и голые бараки у нас на топливе. Скорее всего, команда Ротуз Интернешнл сейчас эту игру и закончит. У Крэга есть тамба. На подходе просто ставишь тамбу. И никто сюда вообще не идет. Килиманджаро зацепили. Килиманджаро очень лоу хпшный. Дикей пошел от Крэга. У него уже есть Аганим. Да, завезли на фонтан. Это неприятно. С фонтаном не вывезешь. 10 силы это хорошо. Но под фонтаном 10 силы не очень круто. Цепляет Юникорна. Юникорна стараются распилить ульта аппарата. В никуда Юникорн. Пока что у нас под хилом от Виверны. Минус 2 делает команда Рэдиант. Под ЕМП спектра. Спектра без маны. Кидаро примерз. На нем еще и урну в Шадоус. В это время умирает у нас Никс Ассасин. Я даже не успеваю назвать кто здесь да как. Люсю Годлайк привозят под товара. Минус 4. Это все хорошо. За исключением небольшой детали. Упали все бараки. И прут сумасшедшие ребята на базу команды Рэдиант. 15 тысяч по голде на таком этапе. Упали все бараки. 2 500 по экспириенсу. 29-24. Вроде равный счет. А вроде и совершенно неравная игра. Посмотрите. Давайте посмотрим на внешний товарак. Как у нас вообще ребята с доминацией. Я думаю вы знаете что Дота выигрывается когда падает трон команды. Для этого надо скушать хотя бы одну линию. И зайти снести этот трон. Но. 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 Что у нас мы видим. Мы видим отсутствие полное вообще. Демеджа и какой-то осады товаров. Ни единый товар у команды. RTTI вообще не упал. И даже меньше половины хп нет ни у одного из товаров. Поэтому. Поэтому все. Все очень плохо. А здесь нет никто что товаров. Здесь нет барака. Вот два товара стоит. Толку от них. Если с мега крипами на данном этапе никто бороться не может. Ульта аппарата очень классная могла бы быть. Если бы по кому-то попала. Но она вообще никого не зацепила. Ну и Кидара пошел просто с руки разваливать. Офигенная рпшка от Магнуса. Никого не ловит. И даже не могла бы это сделать. Юникорн высвапывает у нас Ancient Operation. Это просто кавабанга чистейшая. Райт сайт лохэпшный. Сейчас под фонтан скорее всего пойдут уже ребята. Т4 падает с мгновенной скоростью. Санстрайк на базу. The Crack с Аганимом. Настилил уже кучу силы. Ну что поздравляем. Пускай это обычный ЦМ. Обычный драфт. Каточка недолгая. Собрали что хотели. Спектра собрала что хотела. Хотела Родианс. Получила Родианс. Правда базы нет. Игра проиграна. И шансов ноль. Но Сакрет Релик есть. Где-то так маячила призрачная вообще надежда собрать Родианс. Не собрала. В другой игре какой-нибудь. Которую мы к счастью уже не посмотрим. Я думаю следующие оппоненты команды Родсу Интернешнл будут другие. Ну и давайте так. Посмотрим конечно тут не по силам соперники. Точнее чересчур по силам соперники. Но посмотрим что вообще получилось. Неплохой инвокер. Род Люси Гадлайк. 12 на 2. Все хорошо. Нейчис профит. Тоже знатный получился 9 на 7. Ну всего по чуть-чуть. Что я ребят сейчас уже попросил запускать второй матч. И играть они будут так. Что у меня тут с головой. Давайте я буду в наушниках. Чтобы не сильно страшно выглядеть. Передавило мне всю голову. Ребята сейчас будут играть второй матч за сегодня. Потому что с этим соперником нифига не понятно. Я думаю что может быть этого соперника и я бы обыграл. А может быть и нет. Но в целом уровень слабоват у соперника. Ну и я жду что они там расскажут. Соперника ждут 3 минуты. Через 3 минуты будут стартовать вторую игру. Игра складная, интересная, хорошая. Но обсуждать по сути нечего. Набрали героев очень спорных. И играли против героев очень спорных. Икс Ассасин там постольку поскольку. Вообще не очень совершенно. Кто там еще был не алло. Да много кто там был не алло. Спектра тоже оказалась не алло. Ну и хорошо реализованный как по мне. И Винга. И инвокер на медлейне. И конечно же Нечис Профит. Лесной. Ну что давайте смотреть что нам ребята еще рассказывают. Видеодневники которые у нас есть. Посмотрим что там рассказал нам капитан. Это интересно. Я кстати не отсматривал капитана. Глянем сейчас что Ваня нам расскажет. И как он на вопросы все ответит. И будем переключаться на второй матч за сегодня. Поехали. Все же идет. Всем привет с вами Кидара. И я уже сбился с счета какой-то мой видеодневник. Ну ладно. Собственно мне опять пришло 4 вопроса. На которые я должен ответить. И первый вопрос. Если мне память не изменяет. По поводу... С кем бы я хотел сразиться. Ну я тут подумал наверное все таки с нами. Потому что мне было бы интересно подрафтить против PSM. Последить как бегает Санэйка. И вообще. Мне интересно наблюдать когда Навис ловит кураж во время игры. Попробовать их. То это очень прикольно. Очень здорово против них играть. А с Империи и с Виртус Про. В принципе они очень стабильно. Сильные. Вот так. Ну короче стабильно играют в своем уровне. Как бы я играл если бы играл против сильного коллектива. Ну я бы наверное играл бы аккуратней. И старался бы исходить из ситуации. То есть не слишком прижат был бы. Потому что все таки. Не важно когда против кого играешь. Надо понимать свои силы. Брать все в свои руки. И идти сражаться. А иногда не надо. Иногда наоборот надо фармить собственно. Исходя уже из ситуации. Ну мне показалось было бы интереснее. Если бы за меня тоже было бы четыре профессиональных игрока. Я не знаю. Может третьим составом. Было бы сложно. Ладно. Следующий вопрос. Вопрос-вопрос. Я тут его позабыл. Вот. Почему я до сих пор фейли? Ну потому что забывчивый очень. Вот. На самом деле фейли я потому что очень много. Ну потому что иногда у меня идет в Россию фрон. Мои руки и голова. А это у меня происходит когда я играю не комфортно. Не в комфортном состоянии. То есть если я нахожусь не в комфортном состоянии. То буду фейлить. Не нахожусь в комфорте. Не фейлю. Как-то так. Ну как буду фейлить. То есть фейлы будут появляться. А когда в комфорте. То вообще не фейль. Правда. Так. И почему я до сих пор не играю в профессиональной команде? Ну. Раньше когда меня куда-то звали. Когда это еще не было профессиональными командами. Я доджил. Я думал надо. И хотел играть со своими командами. Которые собирал. Собирали. Меня звали. Другие. Я думал где-то там перспективы. В итоге. Другие перспективы я. Как бы от себя отталкивал. И вот так получилось. Сейчас я не играю в профессиональной команде. Потому что. Набиваю ПТС. Потому что пытаюсь поиграть со своими. Как-то в своей команде. Опять таки. Не знаю к чему это приведет. Посмотрим. Жизнь дотера непрофессионального. Какие в ней плюсы? Ну. Плюсы в том. Что некоторые вещи из доты. Переходят в реальную жизнь. Огромный плюс. Очень много времени тратится. Шучу. Это не плюс. Потому что. Не знаю. В жизни непрофессионального дотера. На самом деле. Доходов мало. Бусты. Турниры какие-то. Непрофессиональные. Они не так много приносят. Как хотелось бы. То есть на жизнь в принципе хватает. Но такое. На жизнь дотера непрофессионального. Ну. И по итогу. Очень сложный график получается. Что утром просыпаешься. Играешь. 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 А уже вечер. Но в другой день надо. Ну и при этом надо каждые там 4 часа. Заниматься спортом. Еще что-то. И. Как-то знаете. Очень сложно получается это. То есть. Дота мне дает больше. Меньше чем. Забирает. Вот. Ну и при этом. Не знаю. Ну самое главное. Что дота мне по-прежнему приносит удовольствие. И это как бы здорово. Всем спасибо. Ну вот такой капитан. Молодой. При этом. Весьма рассудительный. Даже не по возрасту я бы сказал. Рассудительный. Хотя посмотрите на тех же Virtus.pro. У них тоже молодой капитан. И он тоже рассудительный. Чем-то он мне кстати ФНГ. Напоминает. Ну и. Команда уже собралась в лобби. Будут играть сейчас. Серьезную игру. Против. По-моему. Более-менее серьезных соперников. Насколько серьезных мы узнаем. В самом матче. Ну и последний на сегодня. Влад Костенко. Юникорн. Мейн Керри. Тот кто бьет крипов. И тот у кого это хорошо получается. Давайте посмотрим что он нам расскажет. Как раз к этому моменту найдется игра. И мы переключимся на этот матч. Влад Костенко. Его видеодневник. Четвертый. В нашем проекте. Смотрим. Наслаждаемся. И оцениваем. Все же идет. Всем привет. И это снова я. Это снова видеодневник. Я уже потерял счет какой. Ну да не важно. То есть. Ну наверное это Империя. Не знаю. Мне кажется они сейчас довольно сильны. Доблюдают за их игрой. То есть. Вот они на клавах играли. Прошли клавы собственно. Довольно сильная команда. Я бы с удовольствием с ними пообщался. Поиграл против них. И так далее. То есть. Они научился бы чему-нибудь у них. Наверное. Ну скорее всего да. То есть. Ну и вообще. Мне было бы очень интересно. Именно взгляд профессионального игрока на доту. Перенять. Потому что это очень важно. Для того чтобы развиваться. Ну и. Дальше. 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 То есть. За себя могу сказать. Что я начинаю действовать намного более сривого. Более осмысленно. Я сконцентрируюсь больше. Но это так же да. Не гарантирует. Что все будут делать так же. То есть кто-то. Может опять же. Не делать так. Кто-то наоборот. Будет более агрессивно. Играть там. Смотрите на меня. Я их убиваю. И так далее. Но я. Буду более сривого. Играть более сдержанно. И больше думать головой. Потому что мне не хватает. Опыта играть. С очень сильными ребятами. То есть. Ну. С сильным соперником. Я хотел бы играть намного чаще. В чем плюсы. Ну. То есть. У него больше свободного времени. Как бы. Да. Больше свободы действий. То есть. Он не обязан. Тренироваться. Ну. Грубо говоря. Да. То есть. Я не профессионал. Но я все равно обязан тренироваться. Потому что я хочу. Я стремлюсь к этому. Я получаю от некоторых игр. Да. Там. Удовольствие. Расслабление. От некоторых. Там. Очень. То есть. Иногда это. Не ок. Какие-то эффекты на меня оказывают. Иногда. Очень ок. То есть. Я там. Выигрываю. Или чему-то. Учусь. У меня обязательно. Надо выигрывать. То есть. Как-то так. Дота мне дает. Удовольствие. Собственно. От игры. Четвертый. На сегодня. Игрок. Ребята. Создали уже лобби. Ждем. Заходим. Будем смотреть. Влад Костенко. Все время хвалился тем. Что бьет крипов. Хорошо. Как казалось. Не на антимагах. Которые являются его топовым. Там антимаги. Фантом лансеры. Гирокоптеры. Нет. Это может быть Венжи Фулл Спирит. И это может быть соло Венжи Фулл Спирит. Да. Эта игра не показательная. Конечно. Была. Но она была. И мы видели. Что по фарму. Все было в принципе хорошо. Ну и сейчас. Наши ребята будут играть. Против целой тимы. Тимы под названием Пойсон. Как я понимаю. Потому что сразу три игрока. Имеют в своем никнейме. Это слово. Пойсон. Ядовитые ребята. Не буду читать их ники. Пока. Попозже почитаю. Они очень неполиткорректны. Да и в принципе. Некорректны. Ну ладно. Давайте переключаться в матч. Всем приятного просмотра. Постараемся найти. Нащупать. В этой игре. Настоящее противостояние. Настоящий драйв. Я вам в этом постараюсь. Максимально помочь. Поехали. Это нормальный Кэптен Мод. Это не драфт уже. Это Кэптен Мод. Тут все по-серьезки. Тут весь пул героев. Бери абсолютно всех. Реализуй еще больше чем всех. Ну и в баню команды Пойсон отправляется в Баунти Хантер. Тут даже отлетает еще и Сайвенс. Со мной со стороны Роатуса Интернешнл. Рейс Кинг первым же баном. Первым. Я так понимаю изучали. Скорее всего пул героев своих оппонентов. Или возможно где-то до этого смотрели и знают наши ребята. Ну и Виндерн Виверн вторым баном от Роатуса Интернешнл. Потому что она имбовая сама по себе. И от нее лучше избавиться. Если ты не хочешь брать ее в свой пик. Поизучать мы пока чуваков не можем. Чуть попозже поизучаем внутри игры. Посмотрим что там с ММРом. Вообще что там происходит с данным коллектива. Ну и первые пики. Время дополнительное началось на первом же пике. Неужели угадали Роатус Интернешнл. Кого хотели брать. Потому что что так со старта взять и полторы минуты потратить на пустоту. Это знаете ли постараться надо еще. А может повылетали вообще сейчас. Рандомом начнут пикать. Ну. Не пикает. Ребята в лобби. Просто думают. Или тех трабляет. Огрмак. Огрмак первым пиком. И два пика у команды Роатуса Интернешнл. Огрмак один из любимых героев Роатуса Интернешнл. Они часто на нем отыгрывают. Но здесь видите куда он отлетел. И сразу же два пика. Дум плюс Веномансер. От RTTI. Дум вернулся в мету. И это не может не радовать. Герой универсальный. Уникальный. И в конце игры. Мягко говоря. Полуимбовый. Он с аганимом и рефрешер арбом. Реально выключает по несколько героев из файта. Причем это могут быть топ герои. Просто не имеющие возможности проклацать БКБ. Или что угодно вообще проклацать. Дум очень страшный. И та же Империя на открытых квалах. Которая неоднократно пикала данного героя Сайвера. Показала что может этот Дум делать. Ну и на данный момент этот Дум в составе нашей команды. Стак игроков которые против наших ребят играют. Это в принципе под 5К ММР. В общем то неплохой уровень. Плюс опять же обратите внимание на Ники. Где то значит что то есть общего у ребят. Командная игра должна быть. Раз они даже называются одинаково. Скорее всего тренировались и играли вместе. Так что слаженность действий как минимум должна быть. И потрепать наших ребят они смогут. И посмотрим будет ли вообще ответ. Шейкер отлетает в баню. Ну по пику Ротуза Интернашнл сейчас. В общем то пока комбинация особенно не вырисовывается. Виномансер это Саппорт. Дум. Это керри герой. Хотя Веник точно так же и в мидлейн отправляется. Если сейчас например возьмут какую-нибудь Темпларку. Ну наверное уже не возьмут Темпларку. Это было бы странно. Ну может быть реально был пикнут герой. На всякий случай как Контра Темплар Ассасин. Которую могут забрать себе игроки команды Пойзон на центральную линию. У наших ребят есть керри. Есть предположительно Саппорт Виномансер. И у соперника два Саппорта. Угрмак и Вичдоктор. В баню отлетает Тайтхантер. Да о нем забыли уже все. Зачем его банить? Ну под глобал страту видимо. Виномансер со своим ультом Тайтхантер. Естественно с реведжем. И Дум будет всех выжигать. Все это понятно. Анда Инга никто не банит. Никому он не интересен. Очень странно. Почему бы его не забрать тогда себе в пик? Ну посмотрим. Я думаю что может быть ребята даже и удивят. Своими героями. Квапа. Вот Ротуза Интернешнл. Поэтому. Поэтому по любому. Виномансер уходит у нас. Саппортить. Не думаю что это герой для сложной линии. Хотя тоже такие варианты раньше практиковались. И фаники в наве забирали себе у нас сложно. Да и на мидлейн фаники забирали виномансеров. И неплохо так играли. Но это было в далеком-далеком-далеком 2014 году. Когда. Когда Дота была совсем иной. Спирит Брейкер. От. Команды Пойзон. Вич Доктора. Угр Макс. Спирит Брейкер. Как-то на синенькое потянуло всех. Даже на голубенькое. Не побоюсь этого слова. Блин. Лучше бы я побоялся этого слова. Ну. Спирит Брейкер скорее всего отправится в сложную. Нет керри героя. Нет героя на мидлейн. У коллектива Пойзон. Здесь мид есть. Здесь есть. Мейн керри. И здесь не хватает оффлейнера и еще одного саппорта. Пэнти Магару от The International кстати забанили. Пул керри героев огромен в современной доте. Начиная вертолетом, фантом лансером, заканчивая джаггернаутами. Тем той же спектрой. Много кто может фармить. Спектра конечно не лучший вариант. Но под разные комбинации в принципе заходит. Не под эту это точно. Но зайти может. Вич Доктор в пике. Вспомните как было интересно когда Вич Доктор и в паре с Вайдом играли. Но теперь это все не то. И хроносфера уже не та. И Дезвард уже не тот. Поэтому сейчас избегают данной комбинации. Я Вайда уже тысячу лет не видел. Хотя это сильнейший герой. Но общей метой он ушел. Слабоват на ранних этапах. Эскейп сложноват. И не очень удобен. Ну и дота вообще сама по себе ускорилась. А Войд не ускорился. Ого! Это что за герой? Это что за покемон? Это пак. Пак и мон. Это пак. Герой скорее всего для сложной линии. Круто. Я тысячу лет не видел паков на сложной. Но ребята радуют. Кто-то реально переигрывает решили комбинационно своих оппонентов. Сюда бы еще в роль саппорта к стати Дезраптор. Зашел бы как миленький. Пак есть с Салом. Дезраптор тоже был полезен. Вообще герой уникальный. Со своим статик штормом страшные вещи творит. Статик штормом с агонимом вообще уничтожает даже вертолетов. Статик шторм и Дум тут можно реально позатыкать. А вот кстати и вертолет, которого забирает команда Пойзон. Ну и мне кажется есть смысл задуматься о заборе Дезраптора. Хотя Ваня всегда творчески подходил ко всем вещам касательно пиков. Дезраптор может мне казаться здесь приемлемым и для меня лично очевидным. Но для команды Ротсу Интернешнл возможно все иначе. Ну и не будем забывать, что скилл конечно у ребят не универсальный. И на некоторых героях просто не играли во многом. Ну тот же Иван Кидара мог бы забрать Дезраптора себе. Он-то у него пул героев достаточно высокий. Мог бы забрать. Фантом Ассасин. Такие дела. Дум лес. Пак сложная. Веник с Фантом Ассасин. Легкая линия. Квапа Медлэйн. По-моему все именно так будет. Фантом Ассасин. Давно ее не было в Доте. Разве что Империя продвала в финале Фантом Ассасин. От Сайлента в финале Опен Квалов. Который в среду мы с вами наблюдали. Там Фантомка зашла на 5 с плюсом. Ну и перефарм был чудовищный. Еще бы Фантомка там не зашла. Вернули данного героя в мету. Благодаря прогрейженному Даггеру. И возможностью Даггера цеплять за собой любые модификаторы атаки. Ну и Лина. Лина в пик от команды Пойзон. Джин забирает себе Лину. Курва. Будет играть на Спирит Брейкере. В сложной линии. Лина скорее всего Медлэйн. Гирокоптер легкая линия. И Вич Доктор с Угрмагом. Будут саппортить. Подприотключился у нас со старта Дум. Сейчас должен вернуться. Кто это там у нас? Это у нас Эраста. Илюся Гадлайк тоже отпал. Но это Реборн. И никуда от этого не деться. Траблы были, есть и будут. Давайте я пока быстро назову, кто у нас на ком играет. И перейдем к просмотру, что там за ребята вообще собрались против наших соперников. Против наших игроков. Кидара будет играть на Квин оф Пейн. Вот такие дела. Кидара отправляется на Квин оф Пейн в Мидлейн. Юникорн забирает себе Фантом Ассасин. Эраста берет себе Дума. Жили в сложной. Люся Гадлайк берет себе Пака. Борс берет себе Виномансера. Ну и со стороны команды Дайр. Джин будет играть на Алине. Соплек будет играть на Гирокоптере. Курва будет играть на Спирит Брейкере. Нига. Это Огрмак и Вольтрос играет на Вичдокторе. Ну вроде все вернулись. Единственное, что паузу не отжимают. Так, а мы можем посмотреть? Должны. Должны мочь посмотреть. Групповой рейтинг. Четыре тысячи здесь. Ну так неплохо, в принципе. Нормально. Четыре Ка. Групповой рейтинг. Личный. Личный посмотреть мы не можем. Ладно, давайте дальше. Вообще ничего не можем посмотреть. Никита Зашквар. Хорошо. Давайте Курву смотреть. Групповой рейтинг четыре. Одиночный. Четыре с лишним. Да, четыре с копейками у всех. Нигу тоже мы глянуть не можем. Ну и Вольтрос. Ну-ка покажись. Мачи. Три тысячи пятьдесят. Что? Это же... Это же... Это очень много. Или я ошибаюсь? Возможно я ошибаюсь. Не знаю. Может у меня вообще восемь тысяч мачей. Возможно сто. Тысяч. Ну и посмотрим как по линиям разошлись наши ребята. Люся Годлайк на паке. Скорее всего отправляется в мид лейн. Сложная линия, как я понимаю, для Кидара на Квапе. Раста будет вместе с ним. Люся все-таки мид на паке. Юникор нижний лайн на Фантом Ассасин. И помогает ему канат на Веномансере. Со стороны команды... Пойзон. Мид лейн. Это Лина. Легкая линия. Очевидно Герокоптер. С двумя саппортами. Сложная линия. Это Спирит Брейкер. Так ничего особенно не придумывали. Кераста вместе с Эраста. Кидара вместе с Эраста. Кераста. Асаул Кераста. Эраста вместе с Кидара. Спрятались у нас уже на крипах. Вдруг кто сюда придет. Если сюда кто-то придет. Будет странно честно говоря. Потому что фармить лес там... Ну никто не может со старта. Никоим образом. Решили заблочить спот. Хотя... От кого? От чего? Мы начинаем блочить спот. Для кого? Для чего? И возвращается на свои линии. К вопа. Эраста у нас во вражеском лесу еще потусить решил. Кого-то здесь под приезд. Дивар уже вкачал. Съедает голема. Малых оставил. Голема съел. Теперь у него есть камень. Теперь можно бросаться камнями. Но после смерти Дум еще и родит из себя двух... Два кирпича. Короче отложит два кирпича. Когда будет умирать. Эраста уже выходит в бок Нига. По нему начинают настреливать. Бить-то придется руками. Выбор невелик. Спилов никаких нет. Левел дес мы не увидим в ближайшее время. Как я понимаю. Все будет через корки Тэш. И через Дивар. Ну и давайте перемещаться на другие линии. Люся Годлайк на паке. 4 на 2. Против него Джин 4 на 1. Все ровненько. У нас идет полторы минуты только сыграно. Пока что тут преимущество нарисовать очень сложно. Ну симпатичная линия от команды Руатуза Интернешнл. Посмотрите. Квапа, которая фармит. Дум, который не фармит. Я так понимаю просто подъедает крипов. Если такову дают возможность ему. Ну и дынает также. Дум танкует. Дум харасит. Квапа стоит фармит. Странновато. Так, Фантом Ассасин у нас огребла очень сильно от Курвы. В это время еще и на мидлейне Джин. Наполучал от пака. Ну и слишком Юникорна здесь побили. Как бы на линии не отхвати. Чарджер Даркнесс есть. Тут можно разгоняться куда угодно. Фантомка она получает. Ну и побежит, не побежит. Ну рановато под Тавр лезть. Хотя Крипы-то все равно на себя Тавр агрят. Юникорн получает по голове. Прыгает к собственному Крипу. Ну и Борс должен спасать Курву. Остановили его. Юникорн уже, я так понимаю, еще и готов к прыжку. Будет Чарджер Даркнесс? Нет. И не будет. Маны на него не хватит. Его просто заплюют. Какая скорость бега. 214. Плевка нет. Зато есть пассивка у Борза. Дальше за Курвой. Курва отсюда уходит. Курва свое дело сделала. Курва удаляется. Хороший человек. Дэд Дэо здесь у Джина. Кстати, нахватался Огр Мак у нас на топ лейне. Лоу хпшный пак в миде. Но пак по идее отсюда уходит. Раста ловит у нас ракету. Рокет Бараж есть у Соплика. Кидара ловит Соплика. И Соплик, по-моему, может здесь отъехать. Хотя здесь Меледикт висит на Раста. Успеет забрать? Не успеет. Не успевает у нас в итоге. Дум забрать Гирокоптера. Сам умирает, но получает при этом экспириенс. И два маленьких Дума. Два маленьких Дума. Все кирпичные, все сильные. Эти два маленьких Дума тут такого шороху навели. Какие круто. Малый Дума. Даже звучит весело. Видели вы вообще такое? Два маленьких Дума. Ой, как красиво. Я думал, на самом деле на Големов будет распадаться. Но не на Дума. Не на Думят же. Нет, Думята здесь вы видели, что сотворили с Вич-доктором. 14 голды подарили своим оппонентам. Все, маленький Дум умер. Пришел папа решать все вопросы. Скоркет Оз, кстати, в два. И понятно, что здесь саппорты будут прогорать очень плотно. Спиритбрейкер под тавером лох эпэшный. Ну и Джин нажимает на паузу. Иу, говорит парень. Иусек. Хорошо. Хорошо. Ротуза Интернешнл выигрывает 1200 по голде. 600 по экспириенсу. Это начало игры. Недорогие киллы. Поэтому преимущество в 2 килла. Много так подарить и не может. Но по фарму вроде как неплохо. Хотя Джин в топе у нас. Но здесь зато сразу 2 человека. По 9 крипов имеет курва. Вообще не фармит соплик. 13 крипов. Первые 5 мест. Количественно за команды Ротуза Интернешнл. 3 из 5 именно игроки к стороне Рэддиант. Нига под смоком. Куда? На руну? Руны нет уже. Веник забирает у нас руну внизу. Юникорн продолжает фарм. 12 на 2. Фарм идет не очень хорошо. Уже почти 5 минут сыграно. 12 крипов. Это траблы. Это траблы. Потому что нормальное время это за 10 минут 80 крипов. Что побежит курва? Да побежит. Здесь есть Джин. Он еще и на хосте. Лайтстракеры. Успеет ли уйти у нас в шифт? Люся Годлайк уходит в шифт. Драгон Слейв заиведил. Ну Люся по идее будут добивать. Курвалол хпшный. Кидара его не продамажил. Не убил сразу. И за это получил. Джин в итоге. Дабл килл. И два героя команды. Дайр тоже отваливается. Размен 2 в 2. По голде Дайр в плюс. 730 по золоту. 659 по экспириенсу. Ребята выходят на более-менее адекватные позиции. Ну и чуть-чуть подправили свое экономическое положение. Не сильно. Не так, чтобы сравняться. Но неплохо. Посмотрите, что у нас с паком. Пак у нас решил иметь много ума и хороший дэмэдж на ранних этапах. Ну и шестой левел приобретает себе Люся Годлайк. Появляется у него Дрим Койл. Не стал тянуть с данным скиллом. Он и правда важен на всех вообще этапах прокачки. Нет смысла тянуть до 11-го, 10-го там или когда вдруг. Бывает, что некоторые герои не качают ульту. В частности, СФ очень часто этим не грешит, а пользуется. Requiem of Soul мы до 9-го, до 10-го левела даже и не видим. Только на 10-м первый левел прокачки и на 11-м сразу же второй. Потому что без Некромастери, понятно, что Requiem of Soul это перть полная. А Некромастери фул выкачивается только на 7-м. Поэтому до этого и не нужно. Да и Кайлы реально дамажат. Эраст забросил кирпич у нас в Гирокоптера. Отпустил его спокойненько. У нас замес на нижнем лайне. Плевок Борза по двоим. Здесь еще стоит и Вард. Ну и у Джина есть Лагуна Блей. Юникорна просто разрезала пополам. Кидаров здесь Джина должен забирать. Зависла. У меня все, надеюсь, отлагает. Да, отлагала. Квапа в итоге у нас забирает. Забирает, забирает. Нифига никто никому не забирает. Лина убивает Квапу и только потом умирает. Но хотя команда World of International заработала больше денег. Веник ушел на своих... На своем хвосте. Веник в этом файте не умер. Прошу прощения, это лаги не мои. Это лаги доты. И Раста остался один на линии. Ему нужен шестой левел. На него уже коровка здесь выбежала. Рожденный побежать побежал. Кушай манго, говорили они. Все будет хорошо, говорили они. Ну и ракета у нас на И Раста. Врывается на него. Спирит Брекер. Здесь уже Кидар. У Кидара нет шестого левела. Хотя Соплик очень сильно получает дамагу здесь. Раста взорвался и побежал. Ну и Спирит Брекер лоу хпшный. Он здесь под ультой Веника. Он по-любому здесь должен рассыпаться. Раста его дожжет. Если сам раньше не умрет, Меледикт закончился. И Раста жив. Трипл килл от Кидара в этом файте. Уже минус три. Кидара должен прыгать дальше. Он прыгает и запойзан Нига. Ну и ультра килл не забирает. Потому что борз. Слишком борз. И килл достается ему. Классно. Все сделал Дум в данном файте. Дрался до последнего. После ульты Веника. Скорки Тосом очень сильно потрепало всю команду. Ну и много кто умер. По этой причине какой хороший Дрим Койл. Вот Люся Гадлайк. И Люся Гадлайк теперь лоу хпшный. На него еще и разгон. Ему бы отхилиться по-хорошему. Если в него влетают, его убивают. Люся Гадлайк по-хорошему сваливает. Хотя, кстати, есть же фейсшифт. Успеет ли пережить? Не успевает. Даже планов таких не было. Иллюзори Орб. Шифт уходит. Теперь в Иллюзори Орб. Чуть бы он не нарвался на Герокоптера. Колдаун Пакедара попадает. Задувка по Люся Гадлайк не точно. Здесь Чарджер Даркнесс есть уже. И Люся Гадлайк просто делает тэп аут. Размены очень крутые. Борза там правда забрали. Такая интересная возня. Ну и курва лоу хпшный. У него Чарджер Даркнесс зря был использован конкретно на Дума. Рассыпается. Спирит Брейкер. Сейчас становится 12-6. И по голде 320 поднимает Ротсу за Интернешнл. Посмотрите, какой жестокий экшен на всех вообще частях карты. Единственная часть карты, которая такая полупассивная, это нижний лайн. Здесь Фантомка фармит. У нее у Крипов 52 может быть к 10-й минуте. Разгон уже есть на Юникорна. Он уходит из-под тавра. На него выходит Вичдокер. И что-то надо бы понять. Меледикт там не достает. За Юникорном побежал. Спирит Брейкер. У него есть Незер Страйк. Юникорн не успевает ничего сделать. Меледикт по нему. Хотя ничего, есть ХП. 460 ХП. Ну и все, что вкастовал Спирит Брейкер, в никуда вообще ушло. Тут был ХП-шный Тауэр, который можно будет забирать. Ну и на Мид Лейн перетягивается еще и Виномансер. Собираются пушить, как я понимаю. Плагварды, которые просто должны харасить, дамажить и создавать опору для собственных крипов. Да, перемещаются на Мид Лейн сразу 4 героя. Дримкоил по Джину. Но ульта пошла от Веника. Веника размазала просто по карте. Соплик лоу ХП-шный. Но и он не умирает. Хотя Нига здесь, скорее всего, отъедет. Нет, нет, нет. Здесь просто ульт Веника. Он не умирает. ХП уйдет до ноля, но он не умрет. Еще бы один плевочек от какого-то крипа. Тогда сработало бы. Ой, умер. Почему? Вот почему. Квапа прыгнула. Квапа ударила. Квапа ушла. 2 в 2 в итоге размен. 876 поднимает. Команда Дайер. Команда Пойзон. Ну, по голде здесь уже отрыв начинается. 4К. В пользу Ротус Интернешнл. По экспириенсу тоже. В пользу RTTI. 4 тысячи. 14-8 счет. 11 минут прошло. И давайте по вещичкам пробежимся. Квапа от Кидара. У нее есть ПТ. У нее есть Нул Талисман. Есть Боттл. Дум. Фейс Бутси. Брасер. Ринг оф Протекшн. Ну и, скорее всего, собирается Хенд оф Медас, как я понимаю. Ну, вот это потом, конечно, Брасер потом превратится в барабаны. Может быть, после Медаса. Может и, в принципе, не будет никакого Медаса. Юникорн с рингов Базилус. Есть у меня подозрение, что здесь будет Владмир. Владмир в пачке с Дезолятором. Это очень круто отражается на скиллы, на даггеры. Дезолятор на криты отражается великолепно. Понижение деппа это дополнительный дэмэдж. Дополнительный дэмэдж это дополнительный дэмэдж. Даже и выдумывать нечего. Кидара не может разораться на всех, потому что 40 секунд еще как в кулдауне. Будет находиться Соник Вейв. Кидара лохэпэшный. Мансит между крипами. Будет крипам отдаваться, но это не получится сделать. Он был под Игнайтом. В итоге минус 2 делает команда Дайр. И по голде они поднимают 1700. Охренеть здесь. 600 потерян. 500 потеряно. И 1750 по экспириенсу. 12к. Ой, 12 минута. И графики плавно поползли вниз. Юникорн. В опасности. Задувка пошла от Лины. Даже не добежала коровка. По Юникорну. Ну и 3 героя команды Роатуза Интернешнл умирают в разных частях карты. Корва с вардами. Ой, опасно ты придумал. Не достает, правда, здесь Пойзон Вином Гелем. Не достает Вином Гелем Вином Альсер. Размен по ХП пошел возле топ руны. Кидара будет прыгать. Нет, Кидара просто дает Соник Вейв. Решил не врываться на хайграунд. Кто знает, что там ждет его. Например, Джин. Джин, кстати, на косте. Джин лоу ХПшный. Джин может здесь догореть. Здесь просто Плагвард должен сделать свое дело. Да, есть стики. Его будут динай. Вичдоктор в итоге забирает Лину. Молодцы, ребята. Отыграли очень хорошо. Соплик развалится. Хотя очень классный при этом. Очень крутой колдаун. Спиритбрейкер забирает Квапу. Юникорн лоу ХПшный. Дезвард от Вальтроса. И это минус 3 для команды. Дайер. И дальше можно драться. И Раста с Думом. Но вдвоем его могут расковырять. Здесь повесили на него урну в Шадос. Даже если кого-то и убьет, то... Да ну нафиг. Да нет. Да так... Да... Да... Как это вообще называется? Просто отбросился сеткой. Осядь, говорит. Просто осядь. Ульту ни в кого не давал. Улетел. Ульту сохранил. Молодцом. Здесь просто стальными шарами бряцнул. И отвалил. Появляется у него Драма в Эндюранс. Дополнительная мана. Дополнительный бег. Мобильность в драках. Думу такая штука нужна. Фазы есть. Барабаны теперь есть. Под... 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 Под Скоркет... О, скорость бега с включенными фазами будет очень круто. Да, и еще если барабаны проклацать. Короче говоря, чуть ли не 5-2-2 будет бегать Дум. Ну и по золоту. Жду обновления графиков. Это... Неправдивые графики, мне кажется. Потому что очень много героев команды Роатузу Интернешнл поотдавалось. А... Графики пока что замерли на позиции 4. Ну, уже поползли вниз 3,5. Юникорн перетянулся на топ-левел. А туда ли ты пришел? Ньюл есть у Лины. Лина поднимает Юникорна. Блинг успевает сделать фантомка. Сколько здесь скорость каста? Ну, побыстрее, чем у всех. Скорость каста. Эти маги и всякие квопы могли бы и не улететь. Светку ловит у нас гирокоптер. Гирокоптер не жилец. Денайте его не успевает. Но бежит уже сюда, спиритбрекер. Незерстрайк не успевает провязать. Потому что просто размазала в итоге у нас квопу. Дезвард опять от Вальтроса. Эраста отъезжает. Дезварды крутейшие. Выкастовываются на фулвич доктором. Юникорн еще ловит у нас станут ниги. Юникорн лоу-хпшный. Да подойдет и он, блин, канется на тебя. Да, Борс вытягивает на себя Фантом Ассасин. Она, по идее, не должна умирать. Хотя под Меледиктом, под Дур... Оф Шадоуса. Ну-ка, последний тик Меледикта. Минус. Минус-минус Фантом Ассасин. Но здесь все, по-моему, сейчас лягут. Курва лоу-хпшный. Да умрешь ты? Нет. Люся Годлайк прячется в шифт. Нига умирает. Люся Годлайк лоу-хп. Ему просто надо отпиваться. Минус 5 сделала команда Руатуса Интернешнл. Хотя еще драка не окончена. Борс ловит ракету. Колдауном по нему попадают. Борс в таверну. Какие офигительные размены. 22.18 бежит Дум. С сеткой Дум не доходит. 22.18 за 15 минут игры. 40 киллов за 15 минут. Это больше, чем 2 кила в минуту. Это я так хорошо считаю. Даже несмотря на то, что гуманитарий по образованию. Ох уж это всестороннее развитие. У Лины есть Юл. У Лины есть Лагуна Блейд второго левела. И Лина скорее всего будет тарить себе Аганим. Чтобы пробивать таких ребят, как Фантом Асасин. Эта подруга по-любому будет собирать себе БКБ. Если не собирать БКБ там... Ну или если Лина Лагуна Блейдом пробивает, то... БКБ пробивает. То это никоим образом не говорит, что нет смысла собирать БКБ. Есть. Есть, есть, есть. Потому что таким образом Фантомка и выйдет весь прокаст после его. Ну и что? Замес у нас по таврам команды Дайя. Минус 2 пока делает Роттс Интернешнл. Сами потеряли Думалу. ХПшный Икидар отсюда уходит. Забрали еще и Веника. Ну и Люся Гадлайк тоже отсюда не уезжает. 3 в 3. Размен 3 в 3. Ну и продолжение. Да, у нас минута прошла. И как это 6 киллов не сделать? Гляньте, как смешно. Крепы бегают на месте. Это все Дота. Все Дота придумала. 3 в 3. Размен по голде. 1830 зарабатывает коллектив Пойзон. И 3700 по экспириенсу. И они уже близко. Очень близко по киллам к своим оппонентам. Юникорн отправляется на Эншинта. Давайте пока посмотрим шмоточки. Модный переговор начался. Падам-пам-пам. 2000 голды на руках у Квапы. Есть у Кидара Нул Талисман Урнов Шадоу с Пауэр Трэдс. Только не говори мне, что ты хочешь даггер себе. Дум покупает себе просто для барабанов ничего. Болтов Стрэндж тут сам по себе гуляет. Ну и 700 голды у Эраста на руках. Он в последнее время приличненько так поумирал. У Юникорна. Куда, кстати, Юникорн отправляется? Отправляется на нижнюю линию фармить. У него есть Доминатор. У него есть Ринго Факвила. Есть также Пауэр Трэдс. Пурман Шилд. 500 голды на руках. В Курьере ничего. Ну и побежал Спирит Брейкер. Как такое ощущение, что он просто в гору врезался. Он просто взял и остановился. Ну и дальше Веник. Глимер Кейп есть у Борза. Но как же... Как это Канат Хасанов без Глимер Кейпа? Это не тот... Герой. Не тот игрок, точнее. Чтоб не собирать сей чудный артефакт. Дрим Койл есть у Пака. Второго левела у него также есть Даггер. Можно сейчас прыгнуть. Собрать втроем всех. Дрим Койл, тем не менее, по двоим. Ведь Доктора не поймали. Дум висит на соплеке. Соплек разваливается. Нига тоже лоу хпшный. Он под ультой Веника. Но как же всех жестко выжигает... Нига, Нига, Нига. Нига умирает. Как же всех жестко выжигает здесь Дез... Эээ... Дез Вард от Вич Доктора. Ну и еще один баш проходит по Кидарам. Под Меледиктом Кидарам. Отхилиться вряд ли получится. Меледикт тикает. Квапа стала на коленях. Квапа умерла. Да, я стою на коленях, но я не сломлена. Да, умерла. Квапа 27-24. Лох хпшная Лина. Она была под ультой Веника. Но при этом выжила, потому что ульта Веника не убийственная. Она может продамажить, но для этого надо какой-то еще дэмэдж в конце. В принципе, она убивать не убивает. Ну и Лина уходит отдыхать. По голде опять в плюсе оказались игроки команды Дайер. Что с графиком? 2000 экспа, 4000 золота. Блэк Пони 228 спрашивает, а кто именно по образованию? По образованию журналист. Радио и телевидение. И это вообще не шутка. Сейчас мой диплом плачет. Лежит и плачет. Че плакать? Я им пиццу так режу. Вообще лучше, чем ножом. У него отличная судьба. Как и у меня. В принципе. 28-24. Под смоком. Команда Дайер заходит в бок Квапе. Если Квапа поймает стан, Квапа умрет. Квапа стан не ловит. Квапа улетает. Отсюда. Потому что под Еулом тут печаль полнейшая была бы с Квапой. Ее бы просто размазали. Квапу думал, что нашел здесь Пойзон Курва. Но... Это оказалось всего лишь иллюзия. 21 минута. Давайте смотреть шматье команды Пойзон. Джин. Есть у него Юл. Есть у него Даггер. Боттл. Ну, хорошая мобильная Лина. Чтобы так откуда-то убегать, скорее всего, от того же Виномансера. Не попасть под ульту его. Ну, надо. Мобильность действительно необходимая вещь. Спиритбрекер врывается очень быстро. Гирокоптер тоже врывается своим кулдауном. Издалека. Огурмак. Это такое. Огурмак. С Аркан Бутсами. Покупает себе Клак. Будет Глимер Кейп. Скорее всего, тарить Гирокоптер. Угрклаб есть. Линго Факвила есть. Фейсбутцы. Драма Фендеранс. Здесь сквозь. Не восприимчивость к заклинаниям. Да. Все равно будет вольно. Кидара поднимает в Юл Гирокоптера. Гирокоптер отсюда уходит. Ну, и кулдаун в никуда. Так, дальше по героям Спиритбрекер. Урнов Шадоус есть. Есть также ПТ, Маджик Вонт и Бродсворд. Скорее всего, для... Скорее всего, для чего? Вряд ли Блэйдмейл. Наверное, все-таки Дефьюжал Блэйд. Который в Сильвер Эдж потом превратится. Полезная штука. В инвизе носится через всю карту. Ну, и здесь мы видели. Гирокоптера мы видели. Вич Доктор с Мекой. С Мекой, с Аркан Бутсами. У Вич Доктора все хорошо. У него 7 килов. 7 килов, 5 ассистов. Все очень даже хорошо складывается для Вич Доктора. Почему не он стал тарить Глимер Кейп, мне, кстати, непонятно. Это может не до Глимер Кейпа сейчас. Разгон на центральную линию. Будет выходить здесь спиритбрейкер. Квапа взлетает. Квапа ничего у нас в итоге под на Эмаджи не получила. Джина цепляет. Джин поднимает себя в ветра. Коллдаун сразу по двоим. Кидара лоу-хэпешный. Кидара огреб сильно, но при этом он живет. У него есть Соник Вейв. Здесь много кто под ультой Веномансера. Но всех выхиливает Вич Доктор. Венику надо агоним. Кого стерли? Юникорна стерли. Юникорна. Фантом Ассасин. Мейн керри команды. Без БКБ просто нечего здесь делать. Оторви и выбрось, они герой. Фантомка не крепкая сама по себе. Тут БКБшка за нее делает все. БКБшка и ХП дает. И естественно, основная ее особенность это блокирование заклинаний. Не блокирование, а невосприимчивость к ним. Никакой магии практически. Хочется, конечно, сюда Паку залететь. Но это то же самое, что залететь под трамвай. Вроде интересно, а вроде как эти ноги потом приделать назад вообще непонятно. Кидара поднимает ветра. И он, скорее всего, сейчас сам будет себя поднимать ветра. Нет, он не успевает поднять себя в ветра. Глеммеркейп на него кто-то бросил. Это был, конечно же, Веномансер. Но успели стереть его до Глеммеркейпа. Сложно, конечно, дается все к вопе. Тем более, если по таймингу все делается, то рассказ Тулины как был чудовищный, так и остается. Его порезали, но не критично. Кулдаун от Гирокоптера. Борз входит в Глеммеркейп. Ему не видят. Заплевал всех Борз. По Джину. Ну и Борзу, скорее всего, здесь убьют. Дезвард в спину Борзу. Борз мертвый. Юникорн врывается в самый центр. Соплик под Думом. Бойзен Джин тоже под Думом. А пока что размен 3 в 3. Юникорн фуловый. И это самое главное. Он прыгает дальше на Курву. Чарджи в Даркнесс еще 7 секунд. Но Юникорн ловит у нас стан и не догоняет в итоге Курву. Если крит прошел бы, можно было бы, ну... Довольствуется просто Нигой. 4 в 3 размен. Здесь, скорее всего, в пользу команды Ротс Интернешнл. 1727. Одну смерть не посчитали. Это до внешней смерти Дара. Ну, думаю, где-то 700 голды. Ну, пускай тысячу, наверное, подняли игроки Ротс Интернешнл. По экспириенсу, вы видите, тоже там 5 в 300 поимели. Ну и их оппоненты порядка 3000 займели. А вот какая полезная аптечка. Ходячий. Вич-доктор, он на то и доктор. И мана будет, и хп будет Гвардиан Гриф с первым же артефактом. Не сказать, что это плохо. 25-ая минута, это уже полезно. Герокоптеру надо переживать все это. БКБ будет, хп реген будет, все будет. Герокоптер с Блэк Кинг Баром. Что есть хорошо. Годен, теперь я знаю, что делать с дипломом Блэк Пони. Я тебя прошу, если получил образование, найди применение своему диплому. Пиццу резать, это уже запатентовано. Если ты будешь так же делать, то я найду тебя и засужу. Отсужу у тебя абсолютно все. 200 ореховых листочков. И 4 фантика от Турбо. Не знаю, удачно ли Юникорн здесь стоит в данной позиции. Его не видят, но сейчас Герокоптер очень удивится. Ничего удивительного, очень странно повел себя Юникорн. По нему Стан, по нему Незер Страйк. Его просто размазало по карте здесь. Не видели здесь пятно не оставалось от Фантом Ассасин? Ну это до неприличности глупый мув на самом деле. Братья и Эншинда фармить чужих. Без Вижена. Без хелпы ближайшей. Просто пошел и отдался. Но это даже не тактический фит. Это 1100 голды. Это 1800 экспириенса. За этот килл команда Дайер должна по идее по... А нет, тут далековато. Далековато оторвались от Интернешнл. Так что можно фидить, считает Влад Костенко. Дело его. Дум уже с Аганимом. У Эраста все отлично по фарму. Давайте посмотрим на Этворс. Первое место это Джин на линии. Круто, круто, круто. 11 на 6. Плюс нормально так по крипам. Джин в опасности. У Борзо есть ульта. В виде Джина. Заплевать не получится. Плагвард далековато. И уходит у нас в итоге Лина. В целости и сохранности. По Этворсу второе место у Дума. Вот и раз. Третий это Соплик. И аж произносить не хочется. Такой диктельный нив. Как это называется? Это называется Синдром Юникорна. Пошел под Т2 абсолютно сам. Еще один Ю есть в команде. У Ротуз Интернешнл. Или Зори Орк успеет? Не успеет? Не успевает. И Джин в итоге живой. Хотя на нем висит еще. Яд. Ай. Яда не хватило. В итоге яд остался только от ульты. Но это минус 4 в размен на одного Вич Доктора. Ой как много денег. 34. Так. Ну и здесь еще да? Куда ты побежал? Куда ты побежал? Круто у нас побежал в никуда. Как же много денег сейчас наверное заработала команда. Dire Fight Recap сделай мне хорошо. Покажи. Ты что с собакой? Ты что ли издеваешься? Ну. Нет. Ну. Да. Нет. Да. Да. 3030 и 6000 по экспириенсу. Если по голде далековато еще. Там 1004 останется преимущество. То по экспе. В ноль все движется уже. 6000 по экспе выигрывали. Сейчас на позиции 1000. Но они все в таверне в это время. Другие ребята. Ребята за команду Dyer Farmят. Крутой крит проходит от Юникорна. И Вич Доктора очень быстро стерло за один блин. И разгон пошел на Юникорна. Также еще и ракета по нему пошла. Неужели Юникорн побежит драться? Не пошел. Не пошел. Ну и смотрим что по артефактам. Появляется Хелмов Доминатор. Дезолятора здесь не будет. Здесь будет что-нибудь другое. Ну в общем-то и башер например. Классический башер. И башер. Классический башер на Фантом Ассасин. Очень сильно и башит. И башит. И дамажит. И останавливает. Что очень важно. Через даггер проходят баши. И как вы понимаете на полторы секунды может залететь. 1.4. У башера. 1.4. Стан. Точнее баш. Еще минус 2. В разных частях карты. Минус 2. 2. Ну по сути кор героя. Дум Квапа. У итогу этого файта. 762 за Дума получили. Сколько-то там за Кидара. Что-то забросили ребята игру. Люся Годлайк отсюда убегает. За Квапу получили еще 600 по голде. Смотрите какие дела. Юникорн БКБ прыгает у нас на Джина. Есть Блинк. Дрим Койл по двоим. Курва тоже подстанился. Еще один удар. Пак забирает этот килл. И два безответных фрага от команды. За интернешнл счет становится 36-36. Полторы тысячи золота. 3 500 экспириенс. Игра не на секунду не скучная. 30 минут 72 фрага. Согласитесь. Такое не посмотришь. В профессиональной доте. А здесь просто. К конвейер. Г игра. Пак. Хэнд оф медас. 2000 на руках. Есть у Люся Годлайк. Есть 30 минут. Прошло будем артефакты смотреть. Я это дело люблю. Я все названия знаю наизусть. Квин оф пейн. С Юулом. Ну проблема у квапы по фарму. Вы видите и в нетворсе квапа. Отброшена аж на шестое место. Дум. После Аганима 1700 имеет на руках. Может быть Думу неплохо было бы Даггер. Прикупить себе. Чтоб помобильней быть. Фантом Ассасин. Покупает себе рецепт на башер. Покупает себе джеволина. Остается 100 копеек до покупки самого башера. Может быть вот этих зверушек надо бы. Было бы убить. Хотя нет. Решили забрать Роху после этого. После этого уже все остальное. Ну не так-то просто забрать Рошана. Видит соплика Юникорн. ВКБ включает и один, и второй. Колдаун Юникорну Фиолетов. Врывается в Юникорна. Кедара получает Назарстрайк. Кедара развалился. А Юникорт постоянно в очень печальной ситуации втягивает своих друзей. Тут и Борс по идее где-то еще, да? Появился. Да, появился Борс. Исчез Борс. Минус 2 в итоге сделала команда Дайер. И ответный фраг от Фантом Ассасин. Ведь Доктор первая цель. На башер деньги есть. Надо тарабанить себе срочно. ХП мало. Каких-то модификаторов атаки нет в принципе. Фантомка разве что замедлять может своим даггером. Но на 31 минуте уже как-то и ручками надо что-то творить. Это дополнительные штукенцы. Какой-то контроль нужен. Герокоптера надо контролить. Да всех надо контролить. Так, я вещи никак не могу посмотреть. А вот почему. Колдаун. По Юникорну попадает. Попава прыгивает на хайграунд. Орет на курву. И Кедара здесь далековато. Оттолкнули. Ну и оба стоят. Друг друга они не видят. Смотрите, смотрите. Не видят. Ну и в это время Юникорн нарезает. Разваливают Огрмага. Разваливают еще и Герокоптера. Лина отвалилась. Люся Гадлайк в зоне недосягаемости. В Блейд Мейпл попадает. Люся Гадлайк. Но трипл килл делает при этом Фантом Ассаси. Это плюс безусловный. Минус пять в общей сложности. С учетом Вич Доктора делает команды Роатуза Интернешнл. 80 фрагов на 32 минуте. Так играть можно. Ну и почти в ноль скатились в какой-то момент игроки. RTTI теперь по голде 2500 в плюсе. По экспириенсу 1000 выигрывали. Теперь 3,5. У Фантомки 2000 на руках. У Пака 3000 на руках. Все остальное мы с вами смотрели. Уже у Веника. Форстаф я давно не смотрел на канатах Хасанова. Ну и УПА 2300 на руках. Это скорее всего Абисал Блейд будет в итоге. Квин оф Пейн без ничего. 1500 никуда не девается. Ну и теперь по героям команды Дайер. Лина с Аганимом. Аганим есть. 16 левел был. Огрмак. Перепитает себе Кудов Дефенс. Так Юникорн прыгает у нас на Вич Доктора. Ну и ВД отваливается потихонечку. Хотя посмотрите как Юникорна охладила здесь Лагуна Блейд от Лины. КД маленький. Юникорны нет. БКБ. БКБ в кулдауне. Надо бежать всем отсюда. Борз под просветкой. Борза убивают. И всем отсюда надо уходить. Просто разменять одного саппорта на пустое место. И это пожалуй было бы правильно. И сейчас Джин поднимает у нас Юникорна. И Юникорн приехал. Стан. Удар. 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 Ну и спасти его никак не получится. Или получится? Нет. Не получится. Задувка есть у Лины. Лина не попадает. Как же круто мансит Юникорн. Если бы увидят его убьют. Но как круто он мансит. Наткнулся у нас в итоге на Вальтроса. Нет. Не наткнулся. Еще нормально. Мансит Юникорн. Юникорн выпрыгивает прямо под кулдаун. Ух. Вот это поворот не туда. Эраста лоу хпшный под Меледиктом. Эраста тоже отваливается. Джин лоу хпшный под Думом. Минус 3 от команды Дайер. Минус 2. Минус 1 точнее от команды РТТА. И 4-й отправляется в таверну к Вапа. Счет становится 43-42. Байбэк от Лины. Куда-то кто-то пойдет. Вот куда пойдет. Люся Гадлайк уже на хайграунде. Ох, охрененная Дота. Shift можно уйти. Можно уйти. И Люся это делает. И уходит после Shift. Никуда не уходит. Поднимает себя в Юл. Теперь есть Shift. Есть Иллюзориорп. Есть Даггер. Развалила. Просто размазала Пака вообще по ничему. По воздуху. Минус 5 в общей сложности делает команда Дайер. У них пушатся линии. Но эти линии пушатся специально, чтобы Гирокоптер фармил. Или кто. О, где, кстати, Гира. Все, смотрим шмотки команды Дайер. Лина с Аганимом, с Юулом. А вот и Аганим и Юул. Борзо стопят. Просветки нет. Кулдаун по Борзо. А он сюда не идет. Ну, неинтересно. Опять. Глимеркейп рано или поздно должен был закончиться. Это случилось очень рано. Дальше по вещам. Эти ребята, по идее, умирать не должны. Слишком далеко их оппоненты. Далеко это в таверне. Вот здесь вот. Под фонтаном. Где-то вот в склепе. Где они тут тусят. 42-45. Лину видели по шмоткам. Тысяча стон на руках. Гирокоптер. Приобретает себе джевелин. Приобретает себе деменедж. После Блэк Кинг Бар. У него практически готов Манки Кинг Бар. Спирит Брейкер. Покупает себе Хекс. Обратил я на это внимание. Но сейчас только до него дохожу. Сайт оф Вайтс. У Спирит Брейкера. Блэйд Мэйл у Спирит Брейкера. У него уже один раз Люся Годлайк обжегся. Хедреска и Худ оф Дефенс у Ниги будет. Вот что будет. Уже готов. Пайп оф инсайт у Ниги. И 1650 на руках. Нига называть его или афроамериканец? Как правильный. Как корректный. Столько корректный, что даже двухголовых буду называть афроамериканцем. Вич Доктор. Покупает себе поинт бустер. После Гвардиан Грифс. Тысяча есть на руках. Вич Доктор будет собирать Аганиму. Ох и лютейшая каточка у нас, друзья. Пак приобретает себе персик. Рецепт на Линкенсферу покупает. Но еще 2000 где-то надо нахоботить. Нет, ничего не надо хоботить. У него в Курьере уже есть. Это радость. И собирается Белинкенсферу Илюса Годлайк. Чтобы и выйдет Лагуна Блейд в частности. Или Еул в частности. Пак очень мобильный герой. У него с даггером повышается мобильность. Пак повышается изворотливость. С Еулом еще больше, если вдруг даггер сбили. То есть все очень круто. Еул, даггер аут. Не получается. Еул, фейсшифт, даггер аут. Огурмага мы видели. Видждоктора мы видели. Ну, круто, круто. Линка готова у Пака. Правда, он так долго себе ее несет, что с ума сойти можно. Мистик Ставк в это время есть у Эраста. И Шива готова для Дума. Вижен, вижен, вижен. У кого-то где-то здесь был Вижен. Если я не ошибаюсь. Или, 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 или это нарисовала команда Дара. Да, собрались все в Смоук. Заходят и будет Смоук Ганг в леса команды RTTI. Тут один Юникорн. Он может поставиться, подставиться и его могут разобрать. Но, как-то, то ли чутье, то ли еще что-то. Юникорн отсюда сваливает, уходит на Эншентов и, по-моему, тем самым спасает себе жизнь. На линию выходит Джин, на линию выходит Спирит Брейкер. И Смоук уже через 2 секунды просто-напросто спадет. Пауза. Так, я продолжаю подсчеты. 38 минут сыграно. И у нас 87... 87 фрагов. Все равно больше, чем 2 фрага в минуту. Как ни крути, ребята просто молодцы. Там Империя играет. Алло. Это круто, что Империя играет. Она играет в... Посмотрите, в режиме какого турнира. Турнира под названием The Summit. И на этот The Summit пускают только... Только всякие монопольные штукенцы, в частности, Руха. Поэтому Империю просто так безнаказанно стримить в данном случае нельзя. Бьензе Саммит обладает всеми правами и будет очень сильно за это гневаться и наказывать. Так что постримить Империю сейчас потерять канал навсегда. Так что, ребята, не переживайте. Я не забил. Мне просто нельзя. Линкен Сфер разбивает паку. Ну и улетает отсюда пак. То, о чем я говорил. Юл есть, фейсшифт есть. Поэтому сейв-вариант для пака это элементарная абсолютно вещь. 5000 по золоту, RTTI по экспириенсу. 3000 тоже в их пользу. Так, пошел у нас замес. Дум бросают на поездную курву. Его забирают очень быстро. Но Дум есть, это все сразу же решает. Тем более Сандер Клэп еще у Дума был. Да и Шива Сгвард. Ну и рассказ от Люся Гадлайк. Спирит Брейкер жирный, но такого дэмэджа он просто не выносит. Абисал Блейд есть у Фантомки. Как тут дела у Герокоптера? Герокоптер у нас БКБ включает. Герокоптер начинает драться против Люся Гадлайк. Слуша сбивает Линку ульта. Пошла у нас от Кедара. Кедара лоу хпшный. Джин просто с руки его начинает убивать. Герокоптер очень сильно бит, но бить Герокоптера некому. Герокоптер единственный, кто полуживой отсюда уходит. Висит на нем отрава, ну и все. Бойзен Стинг не убивает. Герокоптер распадает ульта Веника. Минус 4 делает команда Ро от The International. Надо просто идти сносить одну из сторон, чем они и занимаются. Смотрим на байбеки. Их есть только у Огрмага. Сам он тут не справится даже в пачке с Герокоптером. Но пробовать все равно надо. Пробовать надо. 1800 по голде подняли. 5200 по экспириенсу. И центральная линия отвалится. Сразу же на топ лейн. Это главная вещь. Сейчас цель номер один. Потому что внизу стоит Т2. Т2 очень сильно битый. Но от этого ничего не меняется. Юникорн прыгает у нас на Герокоптера. Сразу ловит Незер Страйк. Ну и 6 секунд до БКБ. Глимеркей подправляет Юникорна. На нем висит Линкен Сфера. Разрывают пополам Герокоптера. У Герокоптера нет байбека. 100 голды не хватает. Валтер слоу хпшный. Спирит Брейкер. На Люсю Годлайк. Если пройдет еще один бас. Люся отвалится. На нем висит он в Шадоус. Люся не может уйти. Дезвард на него переагрился. Люся отвалился. Сторона потихонечку падает. Юникорн прыгает и ловит каски. Ой как больно Юникорну. Не больно, а обидно скорее. Ну и посмотрите. Здесь еще и крипы под Т2 подпушили. Скорее всего сейчас Т2 будет снесен. И сразу можно будет идти на третью сторону. Юникорн в это время забирает Вич Доктора. Блейд Мэйл Спирит Брейкера оканчивается. И Спирит Брейкера будут дорезать. По нему пошел флаж. Башут обесал Блейда. Умирает Раста. 50-47 счет. Как же много всех поубивали. Ну и Юникорн убивает Возен Джина. Скорее всего здесь. Да. Триплкил от Юникорна. Фантом Ассасин. 4400 на руках. И скорее всего это Гуд Гейм Белл Плейд. Тавер падает. Можно идти и сносить третью сторону. А можно никуда не идти. Просто сносить Т4. Хотя остается здесь только Юникорн. Еще 5 секунд может позволить себе потусить здесь. Забирает вышку. 5200 у него на руках. И надо по-хорошему отсюда уйти. Чтобы не слиться. Он дороговато будет стоить своим оппонентам. Крит на 405 от одного даггера. Просто Лагуна Блейд от Лины. На первом левеле так залетал. Муншард у Квапы. Что простите? Да, Муншард. Недорогой полезный артефакт. Не знаю основную цель, честно говоря. За 4000 Квапе можно было бы поинтереснее что-то купить. Ну как бы поинтереснее. Другое. Муншард на Квапе это как раз и есть интересность. Ты еще скушай его Квапа, чтобы слог не занимал. Ну и уникорн в это время что-то там развлечение какое-то устроил. Но единственная цель его. Несменная я бы сказал цель. Так, Бор с ультой по двоим. Провязал у Гурмак у нас Type of Inside. Бор слоу хпшный. Флаг Кэнон есть от Гирокоптера. Ну и ульта от Квапы. Нига лоу хпшный. Юникорна по-моему убивают. Да, Юникорна 90 секунд не будет. Байбэк от него. А что, денег нет на ТП. Он ТПшится на Т2. Сумасшедший просто парень. Правда там триплкил от Гирокоптера в это время. Да я понимаю. Ну и выживает здесь Лина. Раста пришел. Поймал Меледикт. И Дезвард по Идраста бьет. Уходит отсюда Дум. Золотишко там должно было слишком много капнуть. За эти три килла. Юникорн уже здесь. Где ты? Нет, Юникорн на Роху пошел. Гирокоптер дефает. Третья сторона стоит. Никто не собирается сдаваться. Катка очень под. Ну, Файтрекап покажет мне. Нет, уже нет драки. Все разошлись. Дота, ну не тупи ты, роднуля. А Юникорн... Смотрите, что имеет. Сакред Реликоптер. Сейчас забирает Аэгу. Что-нибудь продает. Я даже не знаю, что. Пойдет вот здесь. Заберет этих ребят еще. И не хватит все равно. Байбэк злую шутку с ним сыграл. Он будет собирать рапиру. На которую пока ему не хватает денег. Сколько криты на данный момент? 1500 криты. Много, но... Не критично. Здесь деф как-никак есть. У всех. Ай, я у Файтрекап пропустил с этими замесами. С замесами. Ладно, глянем. 20000 по голде. Руатуза Интернешнл по экспириенсу 16 тоже в их пользу. 2300 на руках у пака. Геосептер приобрел себе. Наверное, будет покупать Атериал. Вариантов других нет. Как там дела у Фантомки? Фантомке осталось 170 копеек до покупки рапиры. Без рапиры, я думаю, эта игра не окончится. Это было бы честно. Кидараж не будет забирать фарм Юникорна. Доставь, говорит. Ну, брат, он так говорит. Брат, оставь. Ну, наверное, так говорит. Может, не так. Смотрим. Смотрим на довольное лицо Фантома Ассасина. Купила. Нравится. Глянь, как много у нее над головой всего летает. Очень нравится. Молодец. Фантом Ассасин приобретает себе рапиру. Сейчас дарит ее герокоптеру. И я думаю, на этом игра спустя 5 минут закончится. Здесь есть Doom. В принципе, герокоптеру очень не лишним было бы бабочку собрать. Но времени на это нет. Терриал Блейд также есть у Пака. По идее, будут заканчивать. Но я даже не против, чтобы тарапира немножко полетала. Я, конечно, болею за наших ребят. Но я про мечевые шаги. Это перебор. И надо драться. Других вариантов нет. Надо драться. Герокоптер врывается. БКБ включает. Юникорн лоу хпшный. Юникорна стерли. А что сейчас будет? А сейчас будет подъем после Аэги. И смотрите, что с герокоптером творится. Гера отправляется в таверну. У него нет байбэка. Но юникорн просто вырезается. В итоге это был байт на Аэгу. Байт на рапиру. Байт на все на свете. Трипл кило терраста в этом файте. Представляете, если бы сбрили два раза юникорна. И забрал бы рапиру себе герокоптер. Я бы посмотрел на эту возню. Это было бы как минимум интригующе и интересное. Классно. Ребят, я не могу пообщаться в скайпе со своими товарищами. Со своими подопечными. Если их можно так назвать. Потому что тут небольшие траблы с эксплитом технические. Обо всем они расскажут в видеодневниках. Да и в следующей программе поговорим побольше. В эфире. Ну и в целом, что? Игра была интересная. Игра была крутая. Очень насыщенная. По киллам. Обратите внимание. 47 минут сыграли. 112 киллов. 112 это много. Это очень много. 60-52. Ну и по счету вы видите. Убивали все и по многу. Переключаемся на камеру. Ребята играют ожесточенно. Остервенело. Отчасти я бы сказал. Ребята играют живо. Мне нравится, что файты все время навязываются своим соперникам. Они играли против ребят, которые видно, что могут драться. По пику тоже переигровки особенной не было ни в одну, ни во вторую сторону. Веномансер, которого давно не было, но он зашел в этой игре. Интересная расстановка лайнов. Квапа такая экспериментальная. Квапа, которая фармит на сложное. Ее саппортит Doom. Странно вроде бы с одной стороны. А с другой стороны Doom получает экспириенс. А вместе с ним свои полезнейшие скиллы. И в частности один скилл, который забинден на кнопочке R. Интересно. Ну что, ребят, мы поблагодарим. Вас тоже благодарю, что смотрели эти матчи. Пообщаемся с ребятами уже в следующем эфире. Видеодневники я вам показал, что они по этому поводу думают. Тоже показал. И в следующем эфире еще и пообщаемся с Иваном. Обсудим, что же у нас случилось. Все, друзья. Тогда до свидания. Увидимся уже в понедельник. Может, увидимся еще и завтра. Кто знает, там Frankfurt Match стартует. Как дела будут обстоять. За всем следите в нашей группе. Подписывайтесь. Добавляйтесь. Вконтакте. Twitch. Все, все, все на свете. Все. С вами был друг. С вами был проект. Друг с другом. И, 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 и. И услышим. Так, куда я пропал? А где я? Где я? Вот. Ладно. Вернусь сюда. С вами был проект. Друг с другом. Наши реалити. И, в принципе, все. Вечернее шоу объявляю закрытым. Всем хороших выходных. Надеюсь, на выходных мы еще на профессиональной дуте с вами увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok